Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня максимально неудачный день. Я проснулась с плохой новостью от своего брата. Он потерял свой телефон, причем хороший, дорогой телефон. Это был мой подарок. Вот так вот произошло. И еще я встала поздно достаточно. И опять же, мало чего успела. Сегодня мы с вами будем кушать пиццу. Она очень-очень вкусная. Сегодня приготовила я ее сама. Рецепт будет внизу. Переходите, готовьте. Это просто идеальное тесто. Получается просто нечто. Я решила не делить на маленькие части. Поделила пиццу всего на 4 части. И здесь такие огромные просто кусочки. Вот. Неохота было делить. Здесь у нас грибочки. Сыр, перец, оливки. Заляпалась. Ну а как же без этого? Без этого никак. Поэтому я в последнее время на мукбанке одеваюсь как чмо. Просто все самое старое. Трейники и все дела. Потому что я обязательно заляпаюсь. По-другому не бывает. Обязательно попробуйте приготовить пиццу по этому рецепту. Я вас уверяю. Вы просто забудете про доставки. Я уже очень давно не доставляю, не заказываю пиццу. Нигде. Тесто обалденное. Готовится быстро. Можно даже приготовить тесто, положить в холодильник. А на следующий день, например, приготовить пиццу. Или, например, вы приготовили тесто. Одну пиццу приготовьте сегодня, а тесто второе оставьте в холодильнике. И уже завтра забабахаете. Я подарила брательнику очень дорогой телефон. И он его посеял. Я расстроилась. Но ничего. Самое главное, что очень сильно расстроился он. На борте я его успокаивала, что... Господи, фигня. Люди авадии совершают. Что только не происходит. У дяди, моего соседа... На дороге аэропорта сбил женщину. Там переходить дорогу нельзя. Категорически нельзя. Была ночь, дождь. Он не увидел, сбил. Но сначала попала в больницу. У меня... Ситуация была тяжелая. Но она была жива. Сделали несколько операций. Он все это оплатил. Он очень боялся, что она умрет. И в конце она, к сожалению, покинула этот мир. Теперь еще больше проблем с полицией. И все дела. Поэтому потерять телефон... Это фигня. Я никогда не теряла. И никогда не ломала. Единственное... У меня один раз был такой случай. Я купила телефон. Мне купили телефон. И подарили чехол. И на чехле были крупные стразы. Которые отлетели быстро. И я решила их обратно приклеить. Супер моментом. Три секунды. В общем, когда я это клеила... В конце я приклеила еще и телефон к чехлу. Это было очень смешно. Посмотрите просто, какая вкуснотища. Просто огромный кусок, гляньте, какой. В общем, телефон, техника какая-то. Машина. Это все фигня. Самая главная жизнь человека. Все остальное можно купить. О чем я хотела сегодня с вами поговорить. Многие в комментариях спрашивают. Да мне кажется, и вам будет интересно послушать, как я начала свой YouTube канал. Одна девочка мне написала вчера вечером. Говорит, хочу купить гайду известного блогера. Инстаблогера. Что типа как стать популярным блогером и много зарабатывать. Вот она очень хочет. Просто не знает отдавать эти 12 тысяч за этот гайд или нет. Если спросить чисто у меня, мне кажется, этот гайд вам не поможет. Но это лично мое мнение. Хотя я не читала. Что там написано? Или не написано? На мой взгляд, ты просто должна уметь зацепить зрителям. Очень много видео есть в YouTube. Как стать блогером. Если можно посмотреть эти видео бесплатно, зачем смотреть их платно? Опять же, это чей-то хлеб. Я понимаю, что кто-то на этом зарабатывает большие деньги. Но то, что блогеры зарабатывают и живут хорошо, это действительно так. Но смотри, какие блогеры. То есть, например, если у меня столько просмотров и столько же просмотров у бьюти-блогера, они зарабатывают раза в два минимум больше, чем я. Потому что бьюти-блога, это такая индустрия очень дорогая. Индустрия, где требуется хорошая реклама. Мой первый канал, он был на азербайджанском языке. Это было лет пять назад, когда я была на первом курсе. В тот момент у меня был какой-то дряхлый компьютер. И телефон. Мне кажется, самое сложное что-то начинать, если у тебя нет финансов. Вот как раз-таки я столкнулась с этим. На первом курсе начала. Но, к сожалению, у меня не было финансов, чтобы это все купить. Как бы стартовать нормально. Я ходила в магазины техники, я хотела взять в кредит себе камеру. Пошла в несколько магазинов, и везде мне отказали, потому что у меня не было бакинской прописки. Почему у меня не было бакинской прописки? Потому что у нас новостройка, и у нас нет документа дома пока, что застройщик в тот период еще не выдавала никакие документы по поводу того, что эта квартира наша, и мы не могли здесь прописаться просто. Я так расстроилась, когда пошла где-то в пять магазинов техники, и нигде мне кредит не одобрили. А потом, в одном из магазинов, где мне отказали в кредите, я там работала помощником директором. Буквально через 3-4 года, но тогда уже моя финансовая составляющая была намного-много лучше того, что было изначально. То есть жизнь, она такая, тогда мне не повезло, потом повезло. И это не значит, что если вы не начнете прямо сейчас, через лет 5, у вас не получится уже. Возможно, у вас будет потом такая тема интересная, например, породите ребенка, ведете блог, например, о материнстве, будете какие-то такие вещи рассказывать. В общем, ну я снимала на телевизор, скидывала на компьютер, монтировала, компьютер тоже, знаете, работал, вот сегодня работает, через 2 дня не работает. Но все равно, несмотря на все эти сложности, в неделю-два видео мне обязательно всегда выходило. Раньше было по-другому, то есть вот ты снял видео, закинул в ютубчик, без разницы, ты партнер ютуба или нет, ты сразу мог получить свои денежки. Сейчас, естественно, это не так. сначала ты должен стать блогером, набрать тысячу подписчиков и 4 тысячи часов, и потом еще, возможно, тебе откажут в монетизации, кстати. Ну, типа, не очень взял. Все. Там бывает проверка. Ну, в общем, тогда было все проще и сразу мне уже капали денежки. Прям видео сразу начали хорошо набирать просмотры, потому что в тот период в Азербайджане, как таковых блогеров, не было. Было очень мало, там, пару штук, три девчонки всего снимали. Прям буквально за два месяца я набрала 340 вам подписчиков. Для меня это было нечто, я радовалась, но меня расстраивалось, что постоянно мой компьютер ломался. и каждый раз я приводила мастера, он брал тысячу рублей, две тысячи рублей, что-то там менял. Потом проходил еще 2-3 дня и опять что-то ломалось. Я понимала, что нужно покупать новый ноутбук. А денег тогда не было вообще. От слова вообще. Я зарабатывала, но я зарабатывала, например, в месяц 100 долларов. это абсолютно не окупало расходы просто компа. Легче было монтажера отправлять на монтаж. Это сейчас, я понимаю. в общем, в какой-то момент я поняла, что у меня просто нету финансов, чтобы продолжать вести свой канал. моя жизнь была неинтересна. Я не знала, что снимать. В то время я снимала какие-то обзоры, косметику и все такое. Чтобы снять обзор, нужно что-то купить. вообще блогерство изначально требует вложения денег. Например, в тиктоке не так. В тиктоке намного проще. Если вы хотите стать блогером и быстренько продвинуться, очень просто это сделать в тиктоке. Просто заснял какой-то танец. Если ты харизматично хорошо танцуешь, хорошо шутишь, наберешь свою аудиторию легко. В общем, в ютубе мне просто было нечего показывать, потому что у меня ничего в жизни не происходило. Я нигде не путешествовала. И вообще, я раньше считала, что обязательно в ютубе нужно, не знаю, показывать свои путешествия туда-сюда. Знаете, тут, мне кажется, даже больше как себе повезет. Я смотрю одну блогер, что она 5 лет снимает видео. Она бьюти-блогер. И у нее за 5 лет на каждом видео по 300 просмотров. И вот на протяжении всего этого периода у нее такие просмотры. Но человек делает это чисто как для хобби, можно так сказать. Это для нее не средство заработка. Я поняла одно. Если долгое время у тебя не прет, но нету просмотра, попробуй другой формат. Сними что-то кардинально новое. как же вкусно. просто гляньте. В общем, было бы желание, и все, у тебя все получится. Это, честно, неправда. То есть, нужны какие-то денежные средства. ты же должна что-то показывать. Многие блогеры делают свои влоги насыщенными. Возможно, у кого-то такая насыщенная жизнь, но большинство из них, например, пишет сценарий. Я пойду туда, то куплю это, то десятая. Чтобы людям было интересно посмотреть, какая яркая, интересная у тебя жизнь. А эти все гайды, которые выпускаются инстаблогерами, мне кажется, это чисто для заработка. Одна девушка из дома 2. Я сошла на ее страницу в инстаграме, и там у нее ссылка на ее обучалку по макияжу. И у нее несколько видео, как она делает сама себе макияж. Типа, она там расскажет какие-то секреты. Сказать, что этот человек прям так супер владеет не знаю, макияжем. Она визажист прям такой. В чем суть? Я не понимаю людей, которые это покупают. Покупают, а потом разочаровываются, что просто так денежки ушли. Вкусно реально. Не знаю, потому что я приготовила сама или потому что я была голодная, хотя с утра я съела три киндера, съела очень много сладкого, поэтому я не могу сказать, что я прям была голодная, поэтому обязательно готовьтесь. Ссылочка будет внизу. Я вас всех очень сильно люблю. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вам не сложно, если для вас это не затруднительно. Всех люблю, целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.